Народ, всем здорова! Воскресный день, вчера был стрим, отлично провели время, пообщались с вами. Очень рад, что у нас есть такая классная и добрая аудитория. Многие спрашивают, как поживает Петр и Екатерина, которые приехали поздние переселенцы уже в Германию. Они живут здесь около трех, больше трех лет. Три с половиной года. Три с половиной года, да? В общем, они сейчас идут к нам в гости, а вчера они приехали из Калининграда, где они находились. Наталья сколько? Неделю. Неделю. Сейчас послушаем их впечатления, они расскажут немножко о своей жизни в Германии, как они съездили. Кое-что нам они оттуда даже привезли. Посмотрим. Они уже три часа должны как прийти, а в воскресный день, вот я вам скажу так, что я открыл бутылочку пива, выпил и им говорю, если вы не придете сейчас уже, да, я здесь просто напьюсь. Без вас. Без вас, да. Они идут и идут все. Юрик говорит, они уже 40 минут назад вышли, а тут идти, в принципе, пешком, пешим ходом где-то 10 минут, да? Говорит, нету, что-то так долго. Сейчас им звонит. Они говорят, мы возле Ревы идем. А Ревы возле их дома, ребята, они только, видать, вышли. Ребята, смотрите, я же цветы поставил, и вот так вот я поднимал, Наталья не в курсе. Сейчас поднял, да, червячков мелких. Э, ребята, вы где? Во, 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 вот они, видишь, мелкие. Я думаю, на полуочек поставить, может быть, можно на дубку. В такой день, вот если бы не гости, мы поехали бы, порыбачили. Ну ладно. Не хочешь показать, пойти по гарпорту, пока гостей ждешь? Ну, такой довольный, ребят, наверное, потом видео все покажет, там что-то убирает, делает, там что-то разобрал угол, у него теперь там больше места, и он такой всегда мне ходит, говорит, ну ты посмотри, ну какая красота, прям глаз у него радуется. Не, по жизни бывает так, что очень легко захламиться, то есть ложишь и вроде бы на всякий случай в сторону дашь, все надо, все надо, потом думаешь, ходишь, место на место перекладываешь, да нахрен оно, это все нужно, просто берешь и выкидываешь, что-то подарил. Да, да, и даже не вспомнишь потом. Не вспомнишь, я сколько всего выкинул, что-то подарил, что-то продал. Вот так у нас теперь стоят клумбы, и вот поднимаешь, а там червячки уже пасутся, смотрите, как раз поднимаешь, оп, и червячков собираешь. Вот он, иди сюда, оба, мелкие, чуть больше опарыша, ну как два опарыша, ну сам раз, ну как че, че, ты как неживой, ну-ка прояви, прояви движение, о, о, проснулся. Ну наконец-то вы уже нашли, ребята, здорово, с приездом. Вот, айфун, айфун, о, ССС, ух ты, ну прикольная копточка, а. Айфун, ой, это она, это Сыдам, приветствую. Здравствуйте. Здрасте. Подросла, подросла. Я знаю, что ты проекционируешь кружечки всякие, да, пивные. Вау, смотри, у тебя теперь колени. Пойдемте заценим сейчас. А я вас к пускому большую немецким. Да что вы. Кстати, вот такой Радебергер, я видел в интервью этот, сам Володя Путин любит такое, вы как раз России, во. Это его любимое пиво. Ну все, может я наконец заговорю по-немецки. Первым делом, ребята, с приездом, да? Благодарю. Рассказывайте, как съездили. А знаешь, больше боялись, замечательная дорога, кстати, получается 10, что мы? 10 часов. 10 часов обратно, а 12 часов. Мы по немецким традициям с бутылки. Если надо, и стаканчик у нас все есть. Да вот стаканчик, елки-палки. Ну я говорю, туда мы ехали 12 часов, обратно мы ехали 10 часов. По другой дороге. Удивительно, кстати, по поводу Мамонова. Мы приехали, по навигатору нас привело в Мамонова. Ночью в час. Прошли мы эту границу за часа 4, наверное. Оказывается, когда домой ехали, нам сказали, что она вообще давно уже закрыта и не работает. Ты когда, ты мне это вчера рассказывала, я говорю, вы походу попали во временные пространства. Вы не думали об этом? Слушай, правда. Ну потому что все стоит работник таможни, он говорит, как вы могли ехать через Мамонова, если оно закрыто. Ну у нас штамп-то стоит, что мы через нее прошли. Что, мы придумали, что ли? Чисто для нас открыли Мамонова, мы прошли. 6 машин времен. Давай посмотрим подарки, что нам привезли. Да уж, это да. Зрителю тоже интересно. Кстати, вот Калининград вы посмотрите. Для коллекции твоей. Прикольно. Так хочется, знаешь, налить пивка и в баньки опрокинуть его. Красиво. А здесь я смотрю, здесь Калининград, а здесь, главное, старый Кёнигсберг. Это как раньше назывался Калининград. Коньяк четырехлетний. Прикольно. Сказали, очень замечательно и попробовать обязательно. Те, кто бывает в Калининграде, надо его обязательно пить. Да? Да. Ну я в Калининграде не был, но это попробую. Это типа янтарь или что? Это настоящий янтарь, да, ложечка. Много янтаря. На обратной стороне каши. Ага. Заманивает денежки и оберегает от финансовых неудач. В сам раз. Это мне надо. Это мне надо. Вы прямо угадали. Спасибо, спасибо в душе. Ну вообще, как Россия? Живет, дышит, пахнет. Как? Как люди? Как люди выглядят? Как там зарплаты? Ну просто образа хотя бы немножко расскажите. Там очень красивые люди. Очень красивые женщины. Очень красивые мужчины. И одеты. Все стильно одеты. И сами по себе просто красивые люди. Все ухоженные. То есть причесочка всегда идет. Там не встретишь почти нигде, чтобы там девушка шла без прической. То есть всегда причесочка. Все быстро передвигаются. То есть там никто не ходит в развалку. То есть они вот быстро-быстрым шагом там и парочка. Все бегут куда-то, да? Все куда-то бегут. И никто тебе просто так не улыбнется. Вот на кассе подошли. Там сидит женщина. Ну такая-то. Ну и с таким видом, блин, как будто ей все уже надоело. Она просто встала от маленькой зарплаты, наверное. И, короче, мы ей надоели. Ну тут рассчитали, все, а я потом хорошего вечера, и она улыбнулась, и все, и такая, ну видно, что от души человека. Она просто устала. Да, ну устала, может быть. Но когда обращаются, всегда помогут. Мы обнаружили самые улыбчивые, там, это работники пивнушки. И аптеки. И аптеки. Вот эти все улыбчивые всегда такие. Остальные, конечно, немножко... Ребят, хотел бы напомнить, что ребята вообще сибиряки, и они из Красноярска, ну, с области там, да. И в Калининграде они были тоже в первый раз. И в Германии, ну, просто так подытожили немножко, потому что многие, кто-то, может, подписался, кто-то не знает, что к чему. В Германии вот они три с половиной года, получается, живут. И многие спрашивают, как они живут вообще, как... Кстати, про вас в комментариях очень часто спрашивали, как вы... Как вас дела вообще? Как вам живется, да, все такое в Германии. Все хорошо. Все прекрасно. Отлично. Ну, а как вообще этот, вот, привыкли за три с половиной года, например, в Германии? Ежик не дается вообще никак. Не дается это, да. А вот в Россию приехали, по-русски, как говорили. Отлично, сразу везде, да? Любое чужение. Вообще, это такое для ушей, такое наслаждение. Идешь все по-русски. Ну, сам уже начинаешь где-то здесь немножко сматеришься по-русски, да, немцы не поймут. А там уже это, мне Максим, сын, говорит, мама, ты это, тут тебя все понимают. Сильно тут не болтай. Делали документы, короче, и то, что бы в Германии делал, наверное, может быть... Месяца три. Ну, недели две, три, пока там все это... Там, короче, пять минут. Ты заходишь, просто подаешь там свой паспорт, говоришь, что тебе надо, тебе тут же делают, получаешь результат и уходишь. Не надо никого ждать, никогда. Ни справки, ни справок, ни справок, ничего просто. Стоит такая электронная табло, ты нажимаешь, что тебе нужен прямо сейчас, талончик тебе выдается, тебя зовут к окну, подходишь и объясняешь, так и так, у меня вот такая проблема. Все. Я уже потом, знаешь, села, сделала свои дела, значит, и девушке говорю, девушка, а где нужно вам кнопочку нажать плюсик, что за так быстро, и так, знаешь, она все разжевала, все рассказала, все такая прям, вообще, я так... Короче, вы привезли море впечатлений, я вижу, у вас это, лица довольные. Как ваша кухня? Попробовали хоть русской кухни там, ресторанчик там, я не знаю, где-то что-то. Я, да, мы были вкусно... А мы прошлись по всем с ребятишками, чтобы сравнить, ну, то есть, Макдональдс, KFC были и Бургер Кинг, то есть, ну, вкусная точка, это получается у нас Макдональдс, то есть, я вам, честно скажу, вкуснее, чем в Германии. Намного. Намного. Дети тоже прям... Я тебе потом скину. И по ценам, по ценам, Катюха, вчера вот мне это рассказывала, что намного дешевле, да, вот вкусная точка, что... Вкусная точка. Ну, по-любому чуть дешевле, то, чтобы нет, все. 17 евро мы заказали, у нас вышло, значит, каждому по блокеру, плюс еще один дополнительный, да, по сету мы заказали. То есть, картошка, ну, меню, значит, а у нас, а у нас на одного меню стоит евро в 15-16, наверное. Да, там, получается, на четверых 18 евро. Плюс газировка, ну, то есть, в общей сложности, я потом, ну, покажу все, да, это скину Юрику. Вот, да, это, короче, насина сойра. Сейчас я покажу, что нам дали. Казировка чая, салфетки, трубочки. И еще один бургер. А это блинчик. Да, блинчик. И еще один. Да, это все, бургеры. Картошечка. Картошка тут, кстати, очень вкусная. Все картошечка. Все картошечка по деревянски. Все картошечка. Соусы. Короче, вот. Еще одна картошечка. И еще картошечка. Чего там так много картошек? В общем, 4-5 бургеров, получается, соусы, 4 картошки, блинчик там под картошкой, с чем-то, да, с лишней. 4 газировки. Мы удивились, насколько вкусно и настолько, знаешь, если бургер, то он, ну, вот, как на картинке, вот такой же, знаешь. На вид, то есть не то, что тебе похоже что-то принесли, а ты сможешь на картинке и тебе дают, вот, как будто вот... Один в один, да? Да, сняли. Как они это сделали, не знаю. Кстати, во вкусная точка гораздо больше бургера, как на картине. Я, у меня 2 было. Мася, ну-ка, покажи Максим. Максим, покажи мне, пожалуйста. У меня бикфит. Ну, видосики вы тоже там для нас поснимали, да, Юрик? Может, что-то вставить тогда, да? Нью-Йоркер на месте, Остин на месте, Вит на месте, что там? Миль, Кики. Все есть. Говорят, ничего нет. Колумбия есть. Там лизанда. Я хотела показать фила здесь есть. Это тоже есть. Термикс есть. Капа есть. Что там? Пума есть. Это моя любимая. О, боже, какая красота. О, какой запах. Вот так? Это запах не передать. Вообще. Ну, а это Петина. К пивасику. И еще хотел бы заметить, в Польше, Бургер Кинг вообще бомба. По трассе. По трассе. То есть, оно бы вышло, ну, 80 евро примерно. То есть, то, что мы набрали. То есть, большие, этот, Биг Кинг, то есть, этот самый большой получается. Он тут, не знаю, наверное, он один только стоит 10 евро. Без картошечки, без всего, короче. Ну, примерно. И, короче, ну, по-немецки мы на 80 евро взяли, а там получилось на 40 евро. Ну, нормально. Ну, очень вкусно. Солярка, бензин, цены как? 50 центов. Вот мы в Германии такие цены. Очень пожалели, что у нас бензобак всего 40 литров, а не 80. Наталья, давай мне тоже пивка, а то, ребята, здесь сразу на разговоры так и так. Но, тем не менее, первое впечатление тоже хочется послушать. Интересно, конечно. Я сам бы поехал. И, кстати, ребята меня тоже звали, но по определенным причинам не получилось поехать. И я пошел, когда забирать машину в 3 часа ночи, ну, со стоянки. Короче, там люди ходят в 3 часа ночи. Не те, которые бухают, ходят. Гуляют. Гуляют просто, там парочка сидит, там парни, то есть машины. Жизнь не затихает. Магазины работают в 3 часа ночи некоторые. Да. Не, в Германии, конечно, с этим проблема. В воскресенье, во-первых, здесь, как говорится, тут и хозы. И в 10 часов вечера уже тоже, да, ну, только в крупных городах. Ну, и сами знаете, у нас за Шахами вроде как бы и крупный город, но в 10 часов вечера ты уже никого не увидишь. Да, да, да. Не, мы были удивлены вообще, что машина ездит, ладно, но у нас тоже бывает, нет, нет, одна проедет, да. А там прямо они как будто, ну, еще жизнь кипит в 3 часа. А потом смотрим по сторонам, там люди идут гуляют, там гуляют парочки, там люди взрослые 3 часа ночи. Я думаю, алло, у нас в Германии все спят уже в 10. Ну, так вообще как бальзам, да, на сердце, когда съездишь на родину, да? Да, чисто от того, что вот менталитет русский, да. А архитектура, ну, Германия. Ну, это же старый, старый немецкий город, то есть архитектура маленько похожа. Мы были на фрегате на таком корабле, очень вообще классный, какая красота, история там такая вообще. Музей, короче. Да, музей. Потом была подводная лодка, мы хотели, я очень хотела туда попасть, но не попали, у них не было с 5 тысяч сдачи. Почему-то они там эти 5 тысяч рублей так боятся, вообще там зашли в магазин продуктовый, купили продукты, она вот так вот там, я не знаю, сколько времени рассматривала, или может обманывает часто, или что. Но они прям как-то шугаются, когда ты 5 тысячную показал. Может, они таких денег не дают. Ну, как в Германии 200 евро даешь тоже. Да, 200 евро тоже не каждый магазин принимает. Давайте, в общем, за встречу, с приездом вас. Ну, дома хорошо. Ну, да, дома как ни крути, а где бы ты ни был, когда домой приезжаешь, все, ты расслабишься. Мы сняли квартиру двухкомнатную, получается, она находится в центре Калининграда, с какого района. Ну, неважно, в общем, в центре района какого-то. В центре города? В центре города, да, там площадь центральная. Она нам обошлась 5 дней, 128 евро. Я считаю, это недорого. 5 дней, 128 евро, плюс там и машинка есть, и все, ну, все гаджеты какие-то есть. Ну, в Германии здесь за ночь, да, вот так вот на семью снять, просто отель переночевать. Да, и стоянку, Петя поставил машину на охраняемую стоянку, и она у нас... На месяц 3000 рублей, то есть 30 евро на месяц. Да, месяц она будет стоять на охраняемую. Ну, то есть, если ты меньше, то посуточно, конечно, дороже выходит, чем на месяц, допустим, сделать. Вопрос такой, с Германией очень много людей ездят туда, покупают дома, вообще. Ну, вообще, видно, что люди, машины там, люди с Германии много, нет? Много, вообще много, очень много людей немецких там. Мы были в магазине и кушали. Ну, то есть, русских немцев, да? Да, да. Не, прям немцы, потому что сын подходит, мы на базаре были когда. Сын подходит, смотри, говорит, папа, немцы, они по-немецки только разговаривают, и дети у них по-немецки, и все, они там по базару ходили, там, ну, одежду прикупали себе. То есть, такие довольны, что-то улыбаются. Ну, что-то, мы тоже хотели. Кстати, нас тоже видно было, все идут хмурые, унылые. А мы идем, ааааа, такие счастливые. Все четвером такие, вообще, прям по сторонам, так классно все. Да, вода не очень, вода ужасная. С хлоркой, ну что, пить его так вот из крана невозможно вообще. Пиво пробовал там, в какой там приоритете? Да, я пиво пробовал, несколько сортов вайцер, потом бархатное, это темное пиво такое, мне очень понравилось. Ну, и там еще несколько сортов. Не знаю, пиво тоже вкусное. Вайцер нефильтрованное, вкусное. Я, правда, маленечко, но все равно попробую. Я бы вот с удовольствием в Калининград бы приехал, и я бы, не то что пиво, я хотел бы вот в рыбный отдел попасть, вот именно рыбки вот эти все. О, отдел там... Сушеный, копченый, блин. Да, на рынок, вот если на рынке рыбный отдел. Мы на рынок зашли, там рыбы, блин, ну, мы не поснимали. Упасть и плакать, короче, просто вообще. В Германии этого не хватает, блин. В Голландии отдыхает, ну, то есть ты, когда заходишь в Голландию, я вот ездил на этот рынок, то есть, ну, там, не знаю, там, 4-5, наверное, этих, что-то, это. А там просто заходишь, и вот такие ряды, можно сказать, бесконечные, всякая рыба, замороженная, копченая, соленая, сушеная, ну, вяленая, маринованная. Катя вон взяла себе там, ну, вкусняшки всякие маринованные. Просто глазом невозможно. Я здесь, я люблю, в России покупала постоянно копченые щупальца осьминога, маленькие такие. И это, и там, в Калининграде, думаю, сейчас я куплю. И все обыскали, нашли только маринованные. Ну, и то я душу отвела, с удовольствием взяла, такой прям, нормальный. Мне кажется, я бы, реально, я бы там, о, братан приехал на Велики, я вот реально бы набрал бы там сухарей, вот этих вот рыбы, да, просто, просто оторвался бы, пивка бы. Я так и сделал. Блин, я не был уже в странах СНГ, это, 15 лет я уже не был, блин, это обалдеть. Тем более, в Россию с удовольствием бы поехал, посмотрел, и Казахстан бы посмотрел. Да все бы страны бы проехал, была бы возможность, да, это был бы кайф, конечно. Ну, я довольна осталась, конечно. Ну, уже не так удивительно, потому что ты же живешь в Германии, и вот это вот, ну, строение, вот это все, ты видишь, да, какие дома там и все такое. И там, когда ты это встречаешь, отчего вот некоторые ахают, а ты, получается, не ахаешь, потому что, ну, ты же видишь. О, братишка приехал. Здорово, брат. Как дела? На гитаре споешь песенку там попозже? Не буду я опять, я вчера всю ночь тяну. Все после субботы на отходниках. А вот мне не удалось посидеть, да, я-то на стриме был до 12, а потом уже баянки. Ну, ночь была такая сложная, я по стриму всегда, вроде и спишь, но ты постоянно усталый. Есть такая присутствие, не знаю, ну, сколько общаюсь с блогерами, не только у меня такая тема, все устают по стриму. Морально, видать, все равно у тебя держишь, сидишь, чтобы как бы перед камерой все равно втаешься. Да, немножко энергию тратишь, да, по-любому, по-любому. Короче, вы довольны, счастливы? Не очень довольны осталось, потому что больше пугали, больше напугали, что там на границе то нельзя, это нельзя, это нельзя. И мы такие зашуганные, ничего не привезли, можно сказать. Потому что, оказывается, когда стояли, поляки проверяли, можно было и водку русскую привезти, можно было и вот эти всякие магнитики, и все это, никто ничего не вытаскивает. А до этого сказали люди, которые ездят. Конечно, те, кто ездят, говорят, не берите там сингтаря, сильно это же драгоценные камни, их могут изъять. Не берите там алкоголь, там изъянут. Не берите там, например, рыбу, еду или еще что-то. У нас даже в сумку с едой не заглянули ни разу, мы могли бы столько рыбы привезти. Вещи любые можно покупать, главное, чтобы этикеток не было и все. Ну и без коробок, например, обувь, любую, без коробок просто берешь себе. В общем, из-за своего опыта можете посоветовать людям, которые едут, не боятся везти все, что хотят, да, в принципе. Ну, конечно, оружие, наркотики убираем в сторону. Они главное спрашивают сигареты, алкоголь и бензин. В канистрах. Бензин, что в канистрах это, и сколько бак у тебя, и все, короче. Остальное можно, в принципе, такое. Ну, кроме наркотиков, оружия, это тоже не советую. Остальное вообще, и, кстати, говорят поляки очень строгие. Нет, у нас туда русские шмонали и обратно русские шмонали. Поляки вот так посмотрели, приподняли. Может быть, это у нас тогда получилось, я не буду за всех говорить, потому что кто-то говорит в основном поляки. Это все прям досконально. Туда мы проехали вообще как бы налегке, а обратно в русский, ну, русский маленько там спросили, лекарства везем нет, там заглядывали маленько. А поляки вообще ничего. Ну, в целом вообще вежливые таможники. Да, очень, очень, да, все приятные. Больше напугали, а было вообще, то есть, ну, легко просто. И вообще не все понятно, что, ну, с польской стороны тоже все понятно, они разговаривают. Пусть не чисто на русском, но как бы. Интересно, с таким акцентом, знаешь, русский, поляцкий, у меня есть полька знакомая, она тоже приходит ко мне, мы беседуем, она, половина немецкие, половина польские, половина русские. И это так смешно как-то звучит, и там он тоже такой, пани, пани, интересно. Случаем это, не присмотрели там себе домик, а то многие приезжают и сразу домики покупают, вот в Калининградской области, не обязательно там. Нет, мы ехали домик смотреть, мы ехали на, посмотреть, мы в музей сходили, вот на корабль сходили. Там день пролетает очень быстро, потому что пошли на корабль, там пока его обошли весь, это часа четыре прошло, и дети устали, то есть, ну, и все, мы быстро в музей забежали. Ну, небольшой такой там выставка, там, короче, эти подводные аппараты, там вот это вот все такое, ну, тоже. Там можно брать экскурсии, там тебе объяснят, все расскажут, ну, мы так, забежали, пробежали. Экскурсия, это займет не четыре часа, а, наверное, все восемь. Ну, да, наверное. Потому что это, ты сам потихонечку пробежался, а если тебе это еще будут разжевывать каждый, этот... Ну, классно, быстро дни летят. Да, очень жаль, мы приехали, мы думали, ой, то сделаем, и туда сходим, и туда. В одно место сходил, просто ты думаешь, планируешь, что ты в этот день два, например, в музей, там еще что-то, два мероприятия посетишь. А по факту ты один посетил, уже все, ноги болят, ты устал, уже все, хочется на диванчик, все, маленько посидели с детьми, пошли погуляли. Ну, это вот так, например, день, второй день тоже самое, сходить, например, ну, дела надо сделать, да, пошли тоже, кажется, все быстро-быстро, час, два, три, четыре прошел, опять дома покушали, детей собрали, пошли опять гулять, и это вечер уже все, и вот так вот пролетели эти дни, что ты, по факту сидели, я говорю, мы как бы никуда особо-то и не сходили. Ну, надо ехать второй раз уже, мы, конечно, если поедем, ну, дай бог мы поедем, то уже подготовлено, да, мы уже и какие-то, что-то, уже не будем никого спрашивать, мы уже теперь сами знаем, как, что и, ну, на своем опыте, вот, что вся, да, и как это все. Да, кстати, может, кто-то не знает, зрители, я не знаю, со своего мира же смотрят, так что отсюда до Калининграда где-то 1100, да, у нас? Да. Это недалеко, в принципе, люди едут в Хорватию отдыхать тоже в одну сторону, так же, да, до Поричи, например. Или до острова Рапт, где-то 1100. Если вот с НРВ ехать, то второй автобан прям до конца, до Польши, и по Польше тоже на одном автобане, там никуда не крутиться, ничего просто. Да, 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 дорога, кстати, была вообще, туда ехали мы вообще спокойно, просто, как будто, знаешь, мы одни ехали. В Польше автобан платный, да, вроде же? Да, он не весь платный, там, этот, один участок. Второй участок, там небольшой ремонт, и мы, короче, смешно было, мы второй проезжаем, короче, я взял талончик на въезде, все, я его проезжаю, короче, там сидит женщина, я ей подаю талон, ну и карточку что-то заплатить. Она мне такая, за дарма. Я такой, нифига себе, ну, шлагман открыла, так смешно было, говорит, за дарма, не езжай. Да, и немцы поставили границу сейчас, когда с Польшей едешь, там стоит пропускной пункт, они в основном ЛКВ проверяют. И я тоже засняла, мы ехали туда, как раз, а из России вот эта вот очередь была просто огромная, петь, и говорю, господи, если мы сюда попадем, это тоже, наверное, часов 5-6 тут стоять, это не меньше. Потому что пока они там одну, вторую, и все... А они не все проверяют, они, короче, две полосы сузили в одну и сделали скорость, короче, не больше 5 километров, ну, именно там участок, где они стоят. То есть у них там сканер есть, все, и вот ты едешь, и они кого-то выхватывают, ставят, ну, на проверку. Там 4 таких стоит, она прям сканирует тебя целиком, 4 будки каких-то таких. Ну, но нас никто не сканировал, мы, наверное, доверие вызываем. Ну, я рад за вас, в общем, хорошо, что вы так удачно съездили, и действительно по лицам видно, что вот эта вот искринка, все... Воздуха русского хрюля... Горят глаза, глаза горят, как в песне была. Горит ты-дын, и у тебя глаза горят, все это нашей Родине, благодаря... Благодаря, да, да. Ладно, ребята, не будем занимать много вашего времени. Мы еще раз стукнемся по пивку. Брат, ты будешь пива? Нет. Нет, не будешь? По пивку и забревнуем, наверное, мяска. Что делать? Да? Немецкой свинирки вам сейчас сделаем. Соскучились, наверное, по немецкому мясу? Ну, по мясу нет, мне мясо там больше понравилось. И рыбка, и мясо там вкусно. Пейте, пейте, не стесняйтесь. Я бы все-таки со стаканчиком. Давай, сейчас принесу. Извиняюсь, ребята, да. Я тебе сразу сказала. Наталья, неси, давай, быстрее. А вот тебе и кубок. Хочешь почувствовать себя королевой? Да, да. Пожалуйста. С Кёнигсберга, да? Ну. Сейчас мы тебе пенное сделаем. Так, ну что, пришло время кормить гостей с дороги. У нас вот такие вот свиньи шеи и одна уже помытая. Сейчас еще эту помоем. Жирок присутствует. Быстро замаринуется. Час, может, два полежит. По нашему желанию и по нашему усмотрению. Юрик знает, хороший маринад, быстрый маринад, который там пару часов, буквально часик-два и вкуснятина. Брыки, стейки. Прямо такие можно жарить. Обалденные. Мясо вообще свежее. Свежина сейчас будет. Прослойка жиромкая. Не жалей ты мясо, не жалей. Играй скрипка, пой гитара. Веселей мы будем жить веселей. И мясо, чтоб хватало. Так, мяско готово. Сейчас нарежем лучка. Смотрите, какие куски. Катюха, смотри, какие куски. Обратите внимание. Прям вообще, блин. Вот мне нравится, когда он. Я бы уже был унижал, он так бы ел. Сейчас лучше. Я все скук замариную и все, ему с тобой покушаем. А пес-пес крутится, смотрите как, а? Ну, ладно, так, что быть, на кушать, на здоровье. Там Катя что-то колдует, колдует. Лук маринует. Я тоже здесь уже, смотрите, нарезал сколько. Вот такая горка, даже чашка мала. Друзья, посмотрите. Вот это специи сдобрили. И помидорчики сейчас. Будет пушка. Ну, друзья, на этом все. Мясо замариновали. Сейчас песенку под гитару, потом будем жарить шашлычки. Тут еще и Саня вон подошел. Сидим, общаемся. Все поздние переселенцы, как всегда, в Германии. Все сразу слушают. Посадил я березу во дворе под окном. В полнорядней кроши был, чем раньше наш дом. На свежий утренний вечер, а чуй дрожит с синевой. Мы у этой березы расставались с тобой. Не надо нам жалеть об ушедшем ленте. Ведь есть еще любовь на белом свете. Не надо нам жалеть, пусть бушуют грозы. Ведь есть еще у нас белая береза. Ведь есть у нас еще белая береза. Будет наша береза зеленить под окном. И о прошлом, как прежде, нам напомнит потом. И в ветвях ее нежных запоют соловьи. Будет все, как и прежде, но без нашей любви. Не надо нам жалеть об ушедшем ленте. Ведь есть еще любовь на белом свете. Не надо нам жалеть, пусть бушуют грозы. Ведь есть еще у нас белая береза. Ведь есть у нас еще белая береза. Ведь есть у нас еще белая береза. Браво, браво! Вот так и вернём, может, то, что мы ночью, мы два раза ночью, мы специально ночью заезжали, примерно, 4-5, и вернём, может, это все, что мы делаем. Субтитры подогнал «Симон»